Доброе утро, страна прямо в эфире. Программа «Добрые ранницы Беларуси». Теперь время вас знакомить с интересными людьми. Наш сегодняшний гость открыл истоки Амазонки, покорил Атлантический океан, создал систему выживания в Европе. Все это достижение путешественника, первооткрывателя, автора множества книг. У нас в гостях Яцек Палкевич. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что вы нашли время к нам заглянуть. Будет всемирно известным путешественником. Какими судьбами в Беларуси? Я год в моей жизни последний потерял на организацию такого проекта, огромного, я думаю, самого крупного в моей жизни, «Великий шелковый путь», который из Китая через всю Центральную Азию, Россию, Беларусь, Польшу в августе проедем. Проект большой, потому что связывает все эти страны по дороге. Он как-то имеет связь с легендарным историческим шоком Путин Марко Поло и так дальше. Но все-таки есть элемент актуальности, инициатива китайская, «One Belt One Road», новый путь, новая дорога, экономическая такая трасса. И как-то эти два элемента соединяю. Но самое важное, что всем странам как-то в имя исторических там отношений как-то хочу сделать немножко хорошей работы. Ну, вы знаете, меня, не скрою, очень заинтересовала наша беседа до выхода в эфир о покорении Атлантического океана. Вот расскажите... В одиночку, да? Да, это в одиночку происходило? Ну, так получилось. Во-первых, на чем вы покоряли? Моторный катер, быстроходный? Обычная спасательная шлюпка, которая на каждом судне находится и так дальше. Слушайте, а почему в одиночку? Не нашли компанию или вот хотелось одному? Нет, 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 это уже так, мы слишком уже... Хотел, поскольку у меня все время был интерес к выживанию, искусству выживания, хотел доказать, что такой человек в одиночку, когда на спасательной шлюпке судно где-то потерпело, то он имеет шанс, если не потеряется, если не... Не соберется с духом? Да, если... То он все время имеет шанс домой вернуться. И поэтому у меня не было воды, не было пищи и так дальше, и так дальше. То есть воду вы тоже... Надо было где-то, да. Либо дождевая, или опреснительная, да? Рыбы там, да, и так дальше. Рыбалка на океане на такой шлюпке очень сложная. Но у меня было суши часто. То есть у вас с собой не было удочки специальные, правильно? Не, но были, но... Акулы были, скажите? Ну, все было, ну, конечно. Правда? О, Господи. Ну, акулы это все. Но страшно, когда... Кошелот. Кошелот? Кошелот, да. Огромный кит. Он длиннее моей лодки, например. Я не так несколько часов вокруг, где-то так. Но на душе было неприятно, да. Но было суши. Суши было почти... Очень часто летущие рыбы попадали в лодку. И с утра суши такое. Когда есть, бывает что-то, приглашают меня. Ты знаешь, здесь такой хороший ресторан, японский. Суши, какое суши. Я говорю, спасибо, суши на этот раз не было. Я во время путешествий по Атлантике, да, я наелся. Это вообще удивительно. Вы побывали в таких неизведанных уголках мира. Есть у вас какое-то любимое место, которое вы могли бы порекомендовать, может быть, тем начинающим путешественникам? Нет, это все на вкус, потому что это очень сложно. Но места, как такого, наверное, нет. Но есть регионы. Вся Южная Америка. Это очень глубоко в сердце. Но и Южная и Восточная Азия. Это мои такие самые любимые точки регионов в моей жизни. Скажите, ну, а может быть, у вас есть в планах или мечта всей жизни покорить то, что еще вы не успели, как говорится, покорить, и все-таки мечтаете, это дело всей вашей жизни? Нет, я могу сразу и перевернуть. Вся планета. Да, нет, мечты нет. Потому что если появляется какая-то идея, это уже надо как-то что-то обработать и реализовать. Так что у меня нет таких, как у нормального человека, у меня задумка, я когда-то... Немножко по-другому. Но вы ведь впечатление о своих путешествиях, вы потом создаете книги, да? Вот сколько книг? Я журналист, поэтому все время путешествия и журналистика, это все у меня всю жизнь как-то очень связано. А когда это, в путешествиях пишутся книги или после путешествий? У вас более 30, 32 книги, да, даже больше, наверное? Ну, 30 больше, да. Конечно, не во время, а во время надо все так записки и так дальше. И не дай бог, если чего-то важного у тебя не остается, это все потом где-то теряется и сложно. Так что, когда в группе где-то серьезная экспедиция тяжелая, все отдыхают уже ночью, а я еще там... Записывается. Так что вот, нелегкий хлеб. Ах, слушали бы и слушали, правда. Часы, часы могут уходить на рассказы такого человека, потому что действительно, когда человек объехал всю планету, есть что рассказать. Есть что рассказать и показать. Спасибо вам огромное. Спасибо за внимание. Мы очень рады вас видеть. Друзья, сегодня у нас в гостях побывал путешественник, которого не увидишь в отелях мира, пять звезд, в белом халате, на пляже и шезлонге. Это удивительный человек. Сегодня у нас был путешественник, первооткрыватель, автор множества книг, Яцек Палкевич. Спасибо вам большое. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо.